Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили» в студии Анны Смирновой. И сегодня со мной гость, немецкий публицист и журналист, писатель и исследователь, философ и кандидат философских наук Томас Фассбендер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, надеюсь, вы меня извините за то, что я так начинаю наш эфир, но вот у меня почему-то ассоциации при произнесении вашей фамилии, ассоциации с героем романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Остапом Бендером. Остапом Бендером. Да, Остапом Бендером. Вот, не знаю, смотрели ли вы этот фильм? Смотрели, смотрели. Я же 23 года жил в России, и пришлось не только один раз объяснить мою фамилию, как Фассбендер. Фасс плюс Бендер, как Вастап Бендер. Да, да. Человек-актер, кстати, есть ваш однофамилец, скажем так, да, Майкл? Да, да, почти. Ну да, вот как, кстати, оцениваете Остапа Бендера? Нравится он вам? Суперфильм, ну, конечно, он уже из прошедшей эпохи. Нравится очень в «Двенадцать стульев». Мне всегда понравилось, что в Советском Союзе, я из Западной Германии, значит, я вырос среди антикоммунистов. Я вот типичная жертва антикоммунистической нашей западной пропаганды. А когда я переехал в Россию в девяносто второй год, мне со временем стало понятно, что Советский Союз, это на самом деле тоже не совсем тот, который нам говорили, что было. То есть было разочарование у вас? Да, нет, не разочарование, наоборот, наоборот, понятие, что все было сложнее, все было не так белый-черный, да, что там много серого. И такой фильм, такой фильм, как «Двенадцать стульев» показал столько разных злоев в культуре, в фильмах, и не только вот этот фильм, разные фильмы. Даже наша известная ирония судьбы, которая, по-моему, когда было снятие в 1974 году и тогда, да, и явно это сатира, сатира о реальностях, о советской реальности, да. И это все было возможно, да, и это все говорит о том, что да, все эти годы, декады при коммунизме тоже всегда, ну, произошла очень тоже интенсивная и культурная дискуссия, и политическая. Часто за закрытыми дверями, это понятно, да, но для понятия сегодняшней России на Западе, в Германии, я часто воспользуюсь такими примерами, чтобы им объяснить, что Россия сегодня, о которой говорят, как будто вновь диктатура, как будто один Путин Владимир Владимирович является диктатором, да, насколько это глупость, насколько это вообще не соответствует реалии, и для того, чтобы, если мы думаем о правильной политике Запада в отношении к России, необходимо, в конце концов, понимать Россию такова, как она есть, да. Да, мы к этому сейчас придем, но все-таки еще про Остапа Бендера у вас хотел узнать. Вот он же авантюрист, да, в фильме, и вот приходилось ли вам в жизни с авантюристами сталкиваться? Сталкиваться или, ну, иногда я, может быть, был сам авантюристом, это уже много лет назад, когда я в 90-х годах в России пережить невозможно было без авантюризма в определенной степени. И, конечно, авантюристов, вот эти 90-е, честно говоря, вообще загадочное время в России, в том числе, загадочное время, потому что там очень много авантюристов, именно вот иностранцев, да, мы встретились в то время, ну, вообще сегодняшние иностранцы, которые работают в России в больших корпорациях, это чистые, честные люди, потому что цивилизованная страна, но в 90-е годы без какой-то, без какой-то дозы, без дозы авантюризма выживали. По-честному. Совсем по-честному, возможно, не было. Ну, да. Поэтому авантюристов, и это такая страна, это Анахия, да, Анахия, я же писал 5-5 лет назад книгу о России, называется «Свобода вместо демократии». Да, ваша книга. Сейчас она переводится на русский язык, да, насколько вы сказали? Я надеялся, но нет, я не в курсе, до сих пор я надеялся найти издательский дом, который распространяет книгу на русском языке, потому что я думаю, что для российской аудитории интересная книга, но в Германии очень сложно людям объяснить этот титр, этот титр, да, «Свобода вместо демократии», потому что наши, вот мои соответствия, они говорят, это то же самое, какое отличие между, свободой и демократии, да, и я всегда вынужден им объяснить, что именно то, чего у нас нет в немецком характере, определенный анахизм, как народный талант, да, как народная черта, да, что вот этот анахизм, у нас есть анахисты как философы, как теория, да, таких в России вообще нет, они не нужны, потому что в России анахизм это… Состояние души? Состояние души, в составе души, да, и это компенсируется с требованием вот железного авторитета, с требованием вертикала. То есть народ нуждается в железном авторитете? Пху, я бы сказал, нуждается, это такое сложное слово, я думаю, что анахизм и требования или надежда авторитета компенсируют друг друга и в конце концов находят определенную гармонию между собой. Ну вот вас считают экспертом по России в Германии, интересно, что вы говорите не читать статей о России, если кто-то собирается ехать, может быть, потому что, ну, перед поездкой туда лучше не читать то, что пишут в Германии о России, а что плохо пишут или неправильно вас интерпретируют? Неправильно пишут, потому что, ну, есть те, которые играют в политическую игру, да, и всем понятно, что между Россией и Западом в целом, да, идет геостратегическое соперничество. В основном это Америка, США и Россия, США и Китай, это растущее соперничество, которое, ну, возглавляет всю повестку дня политического нашего времени, да, этих годов. И для Европы, самый большой вызов для всей Европы, ну, во-первых, избежать, что Европа стала полем боя, это понятно, да, и найти свой собственный путь из данного положения. Полем боя между соперниками? Полем боя между двумя сверхдержавами, вы имеете в виду? В конце концов, да, в конце концов, да. Конечно, это очень гипотетический сценарий, да, это очень далеко от реального сценария в данный момент, да, но мне точно беспокоит, вернемся именно к этим статьям, Мне точно беспокоит уровень непонятия друг друга, потому что тоже мы видим в российских СМИ рисунок, как нарисуют, например, определенные каналы, российские каналы, сегодняшнее положение на Западе, да, Это уже хаотические, как будто все там под угрозой беженцев, под угрозой однопольных браков, как будто вот наше немецкое, европейское общество распадает, да, оно давно далеко не распадает, да, есть, конечно, кризисные явления, Но мы пришли к такому положению, что оба стороны друг друга не понимают, да, и когда политики тоже начинают это, не знают других, другой пример, 20-30 лет назад, лучше сказать, уже 30-40 лет назад, и в Америке, и в Гамане, в том числе, жили, работали очень много специалистов по России, потому что в холодной войне было очень важно обучать часть интеллигенции, часть политологов, историков, да, Чтобы они поняли при угрозе, угрозе ядерной войны, да, чтобы был состав политологов, экспертов, которые может, политикам, может, тем, кто принимает решение, объяснить, о чем дело, да, объяснить врага, грубо говоря, да. Ну да, портрет составить, скажем так. После, да, после 90-го года у нас в Германии практически прекратили сделать ставку на обучение таких экспертов, очень мало, меньше и меньше осталось. Русский язык, начнем с не языком, да, русский язык, ну, еще обучается, да, но практически все выходят на английский, говорят на английском. Это круг тех, которые действительно из первого взгляда понимают, знают Россию, да, я бы сказал, в Германии прекращается каждый год, станет меньше и меньше. И заодно, конечно, вот этот огромный сосед России для немецкой политики, для западноевропейской политики имеет огромное значение, и все эти предрассудки, все эти неправильные, недостаточные понятия не приведет к хорошему. А к чему могут привести, кстати, отношения вот такие сейчас напряженные России и Запада? Можно ли сейчас какой-то прогноз? Ну, то, что видим на Украине, то, что видим на Крыму, это уже явный знак непонятия друг другу, потому что в 2013 году, до еще украинской кризиса, было понятно, было понятно, что для России при принадлежение Украине к западному зону влияния является для российской политики определенной красной линией. Это было тем, понятно, которые знали ситуацию, которым понятно российский политический ментальный строй. Но все-таки западные политики сделали что возможно, что было возможно, чтобы обеспечить переезд Украины из лагеря, скажем, из российского мира к европейскому миру. И понятно, что после февраля 2014 года кризис, аннекция Крыма и так далее развивалась в данном направлении. Таких случаев, в принципе, могут себе повторить. Например, вот говорим о прибальтистских странах. На Западе очень распространено убеждение, что в Кремле сидят определенные стратегии, которые хотят возвращать себе Прибальтику. Я убежден, я очень часто выступаю на докладах в Германии, я убежден, что такого нет. Потому что Россия приняла присоединение Прибальтики к ЕС, к НАТО, не с удовольствием, но в конце концов согласились. Потому что, в отличие от Украины и Белоруссии, Прибальтики не являются частью русского мира, того понятия русского, славянского мира. Несмотря на то, что здесь 40% русскоговорящих. Все равно это меньшинство, которое здесь живет, но страны, как географическое существо, страны не являются, и культура не является частью этого русского мира. Живут русские, и, конечно, Россия заботится этими русскими. Но из-за этого заключить возможное или желанное присоединение Прибальтики к России, это очень опасно. Это злоупотребление, скажем, это какое там, ну, злоупотребление вы не сказали, но те, которые говорят, что в России есть такие планы, они играют огнем. Да, играют с огнем, да. Играют с огнем, и мне это очень важно в Германии, моим немцам сказать, потому что, стоп, просто здесь мы должны возвращаться к реалью, да. И реалья это, да, есть определенная зона влияния, которую Россия потребует себе, да, но из-за этого говорит, что Россия грузит Польши, грузит, может быть, Германию, да. Там есть люди, которые говорят, что, да, русские хотели вот себе вот Герер, вот до реки Эльби, да, то такого обзора можно вести эту дискуссию, что действительно объективная опасность развивается. Да, но все-таки вот, говоря о противостоянии России и Запада, какую роль Латвия, ну, в частности, играет в этом геополитическом противостоянии? Это больше всего вопрос мой, честно, я бы вам это спросил, потому что я вижу так, я выступал несколько месяцев назад в Таллине, весна прошлого года в Вильнюсе, да. И понятно, что культурное принадлежение Эстонии, это финские, ну, более-менее ближе к финнам народ, это скандинавская, северная, бальтийская страна, да. В Литве, я бы сказал, там чувствуется старая близость к католической польской культуре, да. И понятно, что эти страны, Литва и Польша, они очень долгие веки были одной, сейчас пашпалита, да, польско-литовская. В отношении к Латвии, мне, честно говоря, мне еще открыт вопрос, где культурное принадлежение Латвии, да, потому что я знаю историю. Вы имеете в виду Латвии. Да, историческое принадлежение к культуре, ну, культура объясняется историей, чем иначе, да, только историей, да. И в истории мы видим, что здесь, конечно, немецкие рыцари вначале, потом немецкие дворяне играли, очень важный, большой роль. Потом Россия в определенное время даже выступала как освободитель, культурный освободитель латищей, если это правильно понимаю, да. Вот слишком сильного немецкого влияния, я говорю о 17-18 веках, да. Потом это все присоединились Российской империи, все равно управляли больше всего, управляли немецкие дворяне, которые, кстати, до сих пор у нас в Германии свою немецко-бальтистскую традицию поддерживаются, да. Я думаю, что вызов для всех стран при Бальтии, может быть, больше всего для латищей, вызов это найти в этом сложном положении между всеми, ну, география есть судьба, правильно? Да. География есть судьба. Но какая у Латвии судьба? Ниже. Ну, и я не тот человек, который может советы давать никому, да. Я сам стараюсь понимать, но то положение, которое я выжжу, да, оно переводится в вызов маневрировать, да, маневрировать, да, с одной стороны католический юг, русский восток, финский север, запад Бальтия, да, запад моря, да. Долгосрочные прогнозы, может быть, я надеюсь, честно говоря, я надеюсь, что все бальтистские страны, я имею в виду, с включением Швеции, Дании, Финляндии и так далее, все бальтистские страны и Польша, да, и Германия тоже, в конце концов, находят или переводятся в какой-то стабилизирующий момент, стабилизирующий фактор. Но до этого, конечно, необходимо переходить тут, опять вот, соперничество, ту конфронтацию, о которой я говорил, да, которая на сегодняшний день командует всем, управляет всем, да, мы все под угрозой этой, или под влиянием этой конфронтации, да, Америка, Россия. Да, Америка, Россия, и, конечно, политики играют оба сторон, политики играют нами, играют и немцами, ну, играют больше всего при Бальтии и Польше, потому что я думаю, что все-таки ситуация такая, что в Америке есть стратегии, которые воспользуются этим страхом, который существует при Бальтии и в Польше, страх от России, угрозы, да, страх от российской угрозы, воспользуются этим страхом, чтобы легче управлять общее развитие, геополитическое развитие в Европе в целом, да, им все равно судьба Бальтии, при Бальтии, судьба поляков здесь, это геостратегическая игра, и такие игры очень холодные и очень эмоционально играются. Да, надеваясь наушники, у нас сейчас есть звонок, радиослушатель на линии, да, здравствуйте. Да, здравствуйте, вот у меня такой вопрос, вот сейчас очень много говорят о том, что Россия и страны Запада находятся в противостоянии, на ваш взгляд, чем может закончиться это противостояние, и обязательно ли оно, в общем-то, как-то стабилизируется, и просто стороны договорятся на каких-то текущих моментах, или все может привести к чему-то более серьезному, да, спасибо. Да, какие могут быть последствия? Ну вот вы уже ответили, можно сказать, отвечали мне на этот вопрос, но вот может быть еще как-то более развернуто прокомментируют. Ну, во-первых, я бы сказал, что, конечно, мы все надеемся, что это не приведет к никаким военным конфликтам, да, хотя у нас на Украине есть уже один поливоенный-военный конфликт, который является последствием этой данной конфронтации, да, многое зависит от того, что европейские политики, и сейчас вновь этим занимаются французские и немецкие вместе, что европейские политики находят собственные инициативы, берут судьбу континента в своих руках, потому что в последние годы, когда, прежде всего, больше всего наш канцлер Ангела Меркель практически полностью целял на американцы, на общезападное единое, да, это только играл в руках... Единство Европы. Единство Европы, единство Запада с включением, с включением Америки, да, это, конечно, играл в руках тех американских стратегов, которые, прежде всего, хотят победить в соперничестве, о котором мы говорим. Очень важно, что Европа сам понимает, что он, она, что она должна брать свою судьбу в свои собственные руки, и это значит независимо и от России, и от Америки, да. Можно, конечно, я, например, уверен, что либеральные ценности, либеральное общество у нас в Германии останется, да, у нас есть, конечно, культурный... в Европе есть очень много культурных отличий, общественный строй в России совершенно, понятно, другой, чем в Германии, но это не значит, что мы не можем найти мирный путь существования, да. Да, мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько минут, и потом мы продолжим об этом. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Программа «Встретились, поговорили» в эфире, и гость у меня сегодня немецкий публицист и журналист, писатель, исследователь, философ и кандидат философских наук Томас Фассбендер. Ещё раз здравствуйте. Ещё раз здравствуйте, да. Ну, вот сейчас активно ещё обсуждаются события, которые происходят в Венесуэле, если говорить о том процессе, который есть внутри страны, да, который, возможно, привёл ко всем последствиям, которые сейчас там происходят, ко всем протестам. Вот если об этом не говорить, а говорить о внешнем каком-то вмешательстве, вмешательстве, то можно ли сказать, что, опять же, две, ну, сверхдержавы выясняют отношения на территории Венесуэлы? Ну, обязательно, да, вы правильно сказали, там есть и внутренняя, и внешняя часть. Причины. Не только причины, это как будто разваливаются две истории, да, почти независимо друг от друга, потому что то, что мы выйдем в стране, это одно, то, что мы выйдем внутри страны другой, есть, да, можно говорить о том, что есть какой-то, я бы сказал, антизападный фронт в геостратегическом понятии, да, это прежде всего Китай и Россия, к которым присоединились Иран. Интересно, что Турция тоже, да, Турция, Эрдохан явно выступал со стороны Мадуро, президента Мадуро, и, конечно, ну, всем известны, там, Куба, Боливия, Никарагуа, да, которые, да, строго противостоят всем стараниям со стороны США обеспечить переворот, государственный переворот. Я думаю, что сейчас, вот только сегодня слышали о том, что Дональд Трамп решил 5000 войск переводить в Колумбию, в соседную страну, наверняка можно полагать, что Америка намеренно обеспечит победу оппозиционера, лидера оппозиционера, да, Гуайдо. Здесь, конечно, вот, говоря о Венесуэле, здесь один принципиальный вопрос. Вообще, это, конечно, смелая вещь, противостоят Америке на сегодняшний день, да, даже с учетом того, что Китай очень мощный экономический, даже с учетом того, что Россия, конечно, не так сильная экономика, но очень сильная военная держава. Да, да, развита. Все равно смелая, потому что Америке удалось в данном случае обеспечить поддержку Южной Америки. И мы все знаем, что южные американцы, латинские американцы далеко от открытой любви Америки, да, там довольно сильные антиамериканские эмоции распространяются в Южной Америке. И тот факт, что практически все, почти все южноамериканские страны здесь делят американскую позицию, это уже определенная, ну, победа американской дипломатии. Проблема в том, что, конечно, если мы смотрим Венесуэль, там речь идет не только о борьбе двух личностей, да, там речь идет о том, что эта страна упала в страшную экономическую ситуацию за последние 20 лет. Это еще 20 лет назад. Несмотря на то, что там столько нефти. Несмотря на то, что самые большие запасы на мире нефти там, но благодаря так называемой социалистической политике, да, ну, там играет, конечно, не только социализм роль, там очень много разных факторов, да, но все-таки кто не рулил Венесуэль, позволил упасть эту страну в страшную, практически в голодание большой части населения. И, конечно, Россия и Китай, или кто угодно, кто хочет строить этот антизападный, антиамериканский фронт. Вопрос, насколько это умное решение выбрать таких союзников, как Венесуэля, да, с таком положении, потому что вероятность, это очень большое, даже без влияния, вмешивания американцев, что венесуэльский народ им просто надоело, вот эту старую систему, им надоело вот этот социалистичный, нынешний, пока нижний строй. Пока неизвестно, чем это кончится, да, но я считаю, что, это, опять, немножко похожая ситуация, как до 2014 года на Украине, да, тот президент Янукович, да, так как Мадуро, да, ну, конечно, вот Мадуро и Янукович, это разные, но оба они не очень компетентными политики, да, Янукович был не той политикой, которому можно позволить управлять Украиной, страной, которая находится в геостратегическом, ну, контексте, в сложном геостратегическом контексте. Сейчас то же самое в Венесуэле. Да, ну вот почему-то, например, Майдан на Украине и протесты желтых жилетов, это, ну, с точки зрения Америки, проявление демократии, да, а если говорить о Венесуэле, то там уже не демократия, а как раз Трамм говорит о введении возможных войск, и нужно как-то устранить эти беспорядки, вот почему-то разное такое вот восприятие, как вам кажется? Ну, я не буду сказать, вот разные восприятия, потому что всем понятно, что народ восстанет, да, на Венесуэле, да, насколько, потому что пока военные не решили кого поддерживать, да, народ не может обеспечить переворот, да, но без вопроса народ хочет этот... В данный момент поддерживают Мадуро все еще. В данный момент поддерживают, но тоже не поддерживают до такой степени, что просто ставит оппозиционера, захватит его физически. Значит, пока есть такая открытая ситуация, оба свободны, да, хотя Гуаиду, вчера они закрыли ему доступ к своим читам, запретили его уехать из страны, но все-таки, наверное, они не собираются сейчас уехать из страны в такой ситуации, но все равно они, это стенд-офф, как на английском говорят, а стенд-офф пока непонятно, да, народ решил кого поддерживать, да, народ Мадуро не поддерживает, поддерживает социалистическая партийная элита, поддерживает часть военных, но там тоже говорят, что солдаты, у солдатов, у простых солдатов симпатия с оппозиционером, с Гаидом, да, у офицеров эшелона, у эшелона есть, они поддерживают Мадуро, потому что Мадуро их купил, грубо говоря, с большими возможностями. То есть пока их поддержка Мадуро обеспечена, должно быть все спокойно, но они могут поменять тоже свою точку. Они могут поменять, но пока армия тоже не единомысленно может поступать, то очень сложно видеть, кто делает следующий шаг, да, вот это там вопрос. Но если мы, скажем, желтые, да, вот желтые жилеты, ситуация с желтыми жилетами, конечно, немножко по-другому, потому что в Венесуэле весь народ, практически весь народ, да, даже нижний эшелонный солдат против данного президента, да, он только поддерживает, поддерживается, держится на власть, благодаря национальной гарде, определенных боевиков и так далее, да. Во Франции, и, может быть, тоже говорят, говорит о Германии, о других западноевропейских странах, есть определенное народное недовольство, да, но это недовольство распространяется на максимум 20-20% населения, да. Хотя, конечно, когда несколько недель назад опросили, взяли опросы между французами, да, и даже 70% выразили свою симпатию с желтыми жилетами, да. Но это, конечно, не значит, что есть большинство за переворот, за государственные перевороты, да. Хотя первые интеллектуалы, первые члены интеллигенции уже там месяца два-три назад писали о том, что это может привести к концу данной республики, французской республики, ну, это пятая республика, да. Во Франции они немножко привычки менять раз в 50 лет, 20-50 лет свою республику, ну, может быть, шестая республика, все равно, будет демократия, будет республика и так далее, да. На Украине еще, проблема еще другая, потому что там, на Украине, играют еще роль этнические противостояния, да, русскоговорящие, украинцы и так далее. Поэтому сравнить эти три страны очень сложно. Я бы сказал, там есть, конечно, всегда есть демократическое явление, когда протесты, когда люди выходят на улицу, да, это всегда какое-то демократическое явление, да, и это всегда вызов нынешнему встрою, нынешнему встрою, да, и одни отвечают умные, и другие отвечают тупие. У нас есть звонок, очень много звонков, надевайте наушники, слушаем вас. Добрый день. Да, здравствуйте. Вот ваш гость так лихо прошелся по всем странам мира, и в этом плане у меня к нему есть два вопроса. Первый вопрос. Он так защищает ситуацию в Венесуале против Мадуро. Скажите, пожалуйста, а разве Мадуро незаконно избранный президент Венесуалы? Разве его не народ избрал? Его что избрало, верхушка или народ? Да, и такой второй у вас вопрос. И второй вопрос такой. Ну, вы по всем странам прошли, и тот не годен, и тот. А скажите, пожалуйста, а что происходит в Германии? У вас же Меркель-то временный человек теперь, да, так называемая хромая утка. А что дальше будет с Германией? Тоже непростая страна и непростая ситуация. Нам многим было бы очень интересно знать, какие перспективы жизни в Германии и ее взаимоотношения не только с Европейским Союзом, но и вообще на мировой арене. Спасибо. Да, спасибо вам. Да, спасибо. Во-первых, про Мадуро. Мадуро был избран в мае прошлого года. Инаугурация только произошла несколько недель назад. И по оценку практически всех наблюдателей, эти выборы, во-первых, были бойкотированы частью оппозиции и были нечестными. Значит, легитимность этих выборов по крайней мере не 100%. С другой стороны, его оппозиционер Гуэйдо, он председатель парламента, который уже два года назад был тоже тем же Мадуро, был лишен своей конституциональной легитимности, да. И мы, и Мадуро, и Гуэйдо, имеют только очень ограниченную легитимность. Это здесь просто борьба, кто сильнее, кто обеспечит победить. Здесь решать этот вопрос в терминах легитимности, мне кажется, нецелеобразным. Второй ваш вопрос, да, вы совершенно правильно, Германия, да. Меркель, то, что американцы называют lame duck, хромая утка, да. Она действительно уже не имеет авторитета, ну, авторитет имеет ту авторитет, к которой мы были привык. Она непонятно, когда она уходит с власти, постоянно ходят спекуляции, что это может быть уже в мае данного года, хотя официально ее термин сокращается только через два года, чуть-чуть меньше. Поэтому это действительно хромая утка, заодно в Германии есть, я не знаю, растет или не растет, но существует немалое недовольствие с разными аспектами официальной политики, миграции, беженции. Это уже сейчас третий-четвертый год, постоянная тема номер один. В Германии очень высокое беспокойство факта увеличения доли мусульманов в стране. Да, но мигрантов. Именно мусульманских иммигрантов, потому что с исламом проблема, вот просто культурная чужность, да, можно так сказать, да, что это чужая... Ну, другая культура. Да, другая чужая культура. И несмотря на то, что наши СМИ стараются это все смягчать, как можно, да, максимально не сжигать... Не разжигать. Не разжигать, да. Все-таки этот конфликт культурный, не религиозный, потому что Германия каждым годом станет менее религиозной страной. Да, вот христианство, число христианов падает и падает, да, но культурно, да, культурно это конфликт, это противостояние, это очень нелегко всем сторонам смириться, да, с данной ситуацией. И, конечно, это приведет к политике наших так правых популистских партий, это у нас там АФТ, то, что во Франции, вот Мари Лепен, практически во всех европейских странах уже есть вот эти правые популистские партии, которые за сокращение иммиграции, которые тоже за восстановление старых, терпевших, не терпевших, потерянных традиций. Сохранение идентичности, опять же, наверное, да? Идентичности стало очень актуальным вопросом, не только в народе, но в интеллигенции больше и больше. У нас сейчас говорим о интеллектуальной дискуссии внутри Германии, быстро развивается такое противостояние между теми, я всегда скажу сторонниками агенты Жоржа Сороша, да, это за открытое общество, за самореализацию, за индивидуальную самореализацию, за права сексуальных других меньшинств, это одна генеральная линия, которая последние 20-30 лет, я бы сказал, в СМИ общая интеллектуальная дискуссия оказалась сильнее, да, оказалась приоритетна, да, но уже мы видим, что сторонники общей коллективной идентичности, они, им удается обеспечить в поле дискуссии больше места себе, да? Да, но вот вы как раз об этом говорите, что общество достигло такой высокой степени толерантности, что терпимость превратилась в равнодушие, вот вы так сказали в одном из интервью, где, не знаю, где вы видите вот эту тонкую грань действительно между терпимостью и равнодушием, да, и вообще почему так происходит, на ваш взгляд? Совершенно правильно, ну почему так происходит? Общество менялось, да, не только меняется, оно уже менялось. Это началось в Западной Европе, в Америке в 68-м году, там еще револьта студентов, молодого поколения, и во всех следующих годах менялись отношения между женщинами и мужчинами, менялись авторитеты родителей в семьях, менялись очень много структур, даже без того, что мы это всегда видели и чувствовали, да, потому что еще растет вот новое поколение, растет уже при новых условиях, да, и мне 61 год, я более-менее понимаю, видел именно эти изменения, начиная с 70-х до сегодня, но те, тем, которым сегодня 20-25, они практически выросли в открытом новом обществе, да? В либеральном? В либеральном, да, в либеральном обществе, но заодно, как только, например, как только увеличивается число именно мигрантов, именно тех мигрантов, которые живут в другой культуре, да, которые, ну, мусульмане, которые живут с хичабом, женщины ходят с... Паранжой вы имеете в виду? Да, вот, паранжой, и это не для всех, это не для всех так легко, да, потому что это вызывает в некоторых местных немцев, вызывает чувство недовольствия, некомфортное, некомфортное чувство, да? Ну, угрозы, как минимум, может быть, какого-то страха, может быть, учитывая остановку. Ну, это переведется в страх, я бы не сказал сразу страх, я бы сказал, что это начинается с чувством, что как-то ты... это еще твоя страна, вот этот вопрос даже, это еще твой город, это еще твоя страна, потому что это глобализация, конечно, это явление... Это националистические какие-то взгляды в связи с этим. Я даже бы не сказать, что это сразу националистические, да, здесь проблема очень связана именно с явлением ислама, да? Да. Потому что когда, ну, из Польши, из России, очень много у нас русских, очень много у нас поляков, очень проблем нету, когда человек из Украины переезжает, да, вот есть акцент, но более-менее он живет, как все остальные, как местные немцы, у него взгляды более-менее вот такие европейские, но когда большая семья из Сирии или из Северной Африки приходит и привезет с собой другие традиции, обычаи, другое понятное, другое отношение, например, отношение мужчинам к женщинам в исламском мире и среди тех мусульманов, которые живут у нас совсем, почти во всех случаях, совсем другое, да? И этим смириться не так просто, да? Смириться с русскими, с поляками, с американцами, с французами нет проблем, да? Ну да. Поэтому я бы не сказал, что все, которые испытывают какую-то некомфортность сразу, их назвать националистов нельзя. Ну вот интересно, что у нас был в студии немецкий журналист Александр Рар, он сказал, как раз рассказывал о трагедии Меркель, вот наш радиослушатель как раз вспомнил, да, о канцлере Германии, и он сказал, что Меркель хотела войти в историю как герой, который разрушил последние границы, последние стены, да, скажем так, но просчиталась она. Вы можете с этим согласиться? Ну, я боюсь, что Меркель в истории не будет очень великим и блестящим канцлером. Она, может быть, что самый главный положительный факт, что мы напомним про нее, это тот момент, что она действительно там после кола 13 лет, второе место, наверное, на посту сохранилась. Она начала в 2011 году инициировала ухода Германии от ядерной энергии. Насколько это вообще реально, насколько это возможно, мы выйдем через 4-3 года, когда время ядерных у нас станций кончится, да, официально по ее политике. Во-вторых, в 2015 году она инициировала очень большой ток миграции из Сирии, из Северной Африки. Она будет напоминать, да, как канцлер, который начал инициировать очень глубокие, важные изменения, но не осуществовали их решения, да, потому что она уходит. И буквально это будет так, что с проблемой миграции следующий канцлер будет заниматься проблемой ухода из ядерной энергии. Следующий канцлер будет заниматься… Оставляет за собой. Оставляет за собой проблемные решения. Да, ну что ж, спасибо, нам нужно уже, к сожалению, заканчивать. У нас появились сейчас звонки, тоже много, но уже не успеваем их принять. По всей видимости, я хочу проанонсировать встречу, предстоящую в 18 часов. Сегодня в конференц-зале отеля «Авалан» состоится встреча с публицистом и философом из Германии Томасом Фассбендером. И он сейчас был в нашей студии и продолжает быть. Да, спасибо вам большое, Анна Смирнова. Спасибо за приглашение. Вы коррежиссер Родион Золотарев. Всего доброго и до свидания. Всего доброго. Продолжение следует.